Созависимость и контрзависимость. Два крайних состояния. В одном случае, когда у вас созависимость, вы чувствуете, что вы без другого человека просто не сможете выжить. В контрзависимости это когда вы настрадались с этим человеком со страшной силой и говорите вообще просто «не хочу зависеть от кого», это «свободу Юрия Деточкина». Вот, собственно, для того, чтобы не ходить этими двумя дорогами, нужно всегда понимать психологию человека, с которым вы взаимодействуете. Потому что созависимые отношения возникают только в том случае, когда мы идеализируем объект, с которым мы взаимодействуем. Контрзависимость возникает в тех случаях, когда мы контридеализируем, то есть демонизируем другого человека. И это, к сожалению, в отношениях между мужчинами и женщинами случается регулярно, потому что мы просто обладаем разными способами реагирования, восприятия ситуации, понимания, мотивами и так далее. И нам то, что мы не понимаем, нужно или закрасить яркими светлыми красками, и это будет идеализация, или закрасить это черными красками, и тогда это будет драматизация. И вот чтобы этого не происходило, нужно лучше понимать психологию мужчин, женщин, женщин, мужчин, потому что без этого будет просто черно-белое кино. А хотелось бы, так сказать, уже наконец в цвете. В конце концов, в GPT на пороге.